Насколько может быть хороша настольная лампа? И если и есть идеал, то это точно милет-деск-ламп 1S от компании Xiaomi. Совместимость с Google Home и Apple HomeKit, подключение к смартфону, настройка сценариев и взаимодействия с умным домом, шикарные пороги яркости и никакого вредного света. Давайте обо всём кратко и максимально подробно. Никакой воды, поехали! Ну, внешний вид 1S — это просто нечто. Минимализм в полном ему проявлении, аккуратный силуэт с проводом оранжевого цвета, приятные сгибы, максимально тонкая, но соблазнительная конструкция. Кстати, тут довольно приличный угол наклона — до 135 градусов. Мало того, что можно регулировать всё это дело под себя, так ещё и если слаживать полностью к ножке, то в таком виде лампа будет в роли ночника. Фактически два в одном. Управление, как вы поняли, происходит каким-то нереально огромным количеством способов. Во-первых, есть физическая кнопка на самой лампе. Прокручивая её, вы регулируете температуру свечения в пределах от 2600 до 5000 кельвинов, а также может менять яркость. Причём максимальное значение — аж 520 люминов. На камеру передаётся не так, как глазу, но всё же посмотрите на минимальные и максимальные пороги. Во-вторых, управление происходит со смартфоном. Тут и приложение Lite, и Mi Home, и Google Home, а для владельцев iPhone можно подключить её в родное приложение Dome. Кроме того, она поддерживает голосовое управление. Из всего вышеперечисленного самый большой функционал имеет приложение Mi Home. Тем более, там ещё можно настроить сценарий для взаимодействия с умным домом. Кстати, прежде чем мы перейдём к приложению, хочу сказать кое-что очень важное. У этой лампы низкое содержание синего цвета и полное отсутствие мерцания, что, как вы понимаете, благоприятно сказывается на зрении и позволяет долго читать и, в принципе, работать. А для детей это вообще идеальный вариант. Они бывают часами, делают уроки, глаза устают, голова болит, но с этой лампой отмазаться уже не получится. Так вот, подключаем к приложению и смотрим, что нам доступно. Удалённое включение и выключение. Ручной режим, где вы можете регулировать температуру и яркость самостоятельно. Затем режим чтения. Тут уже подобраны настройки по умолчанию так, чтобы было максимально комфортно проводить время за любимой книгой. Режим ПК. Ну, тут понятное дело для работы за компом. Затем обращаем внимание на кнопочку «Избранное». Тут есть ещё такие специальные конфиги под максимальную концентрацию зрения, ночное чтение, а также можно активировать приятный эффект, похожий на мерцание свечи. Или сделать так, чтобы лампа моргала, когда на ваш смартфон приходят уведомления. В дополнительных настройках есть приятная функция таймера, детский режим, а также можно настроить физическую кнопку самой лампы на двойное касание. Например, на любой понравившийся вам режим из сверху перечисленных. И это я напоминаю только одно приложение, а сколько возможностей открывается с голосовым управлением, это просто сказка. По-моему, это идеальный настойный светильник. Разве не так? Ну вот и всё. Это был максимально краткий обзор данного светильника. И напоминаю, что делать такими краткими мы их хотим для экономии вашего же времени. Но все вопросы вы можете задать в комментариях к этому ролику. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Пока.